Следующий из этого хадиса, тут тоже замечательные слова, что делают некоторые люди, которые провозглашают азан раньше появления утренней зари. То есть утренней зари нет еще. Они уже провозглашают азан. Для чего? Говоришь им зачем? Почему? Они говорят ихтияву, на всякий случай, чтобы защитить сиям, защитить уразу, защитить пост людей. Сибирь Мессимин говорит, это беда, это нововведение. Минимум, что мы скажем, что это нежелательно, потому что в этом много опасностей. В этом много опасностей. Поняли, о чем разговор? Некоторые могут говорить, на всякий случай, люди такие, они вот несерьезные, опаздывают и так далее. Получается, что они там уже у разу пропускают какую-то часть, поэтому мы заранее еще. Еще фольгера нет, но мы уже провозгласим азан. Нельзя. Какие опасности? Во-первых, первая опасность. Получится, что ты азан, призыв на утреннюю молитву, провозгласишь до наступления его времени утренней молитвы. А это недопустимо. Из условий действительности азана, баракалавфикум, из условий действительности азана, чтобы вошло уже время этого намаза. И фаджр, правильное мнение, что фаджр точно так же. Нужно, чтобы наступило время этого намаза, чтобы можно было читать азан. Это первая опасность. Вторая опасность. Ты лишаешь рабов Аллаха того, что дозволил им Аллах. То есть, он еще может есть и пить, а ты уже что, прочел азан, лишил человека того, что дозволил ему Аллах. А может быть, человек, например, очень нуждается в том, чтобы попить воду. Особенно, если это летние дни длинные, когда длинный день, когда очень жарко, ты лишаешь рабов Аллаха того, что дозволил им Аллах. Вторая опасность. Третья опасность здесь в этом, что ты сейчас обязываешь рабов Аллаха к тому, что они не обязаны, а именно кафара, то есть искупление. Потому что человек, если он, получается, между твоим азаном, который ты прочитал, и наступление, действительно наступление фаджира, если он вступил в близость со своей женой, то, что получается, ну, с точки зрения того, что происходит, как бы, да, то, что вы делаете, люди ориентируются на этот ваш азан, получается, что он сейчас будет что думать? Люди будут думать, что, значит, он, поскольку он вступил с женой после этого твоего азана в близость, значит, он должен принести кафара. Да, потому что, как бы, считается, что имсак должен быть когда, когда прочитан азан. Сейчас человек будет приносить кафара. Дальше. Четвертая опасность здесь, внимательно. Четвертая опасность. Что ты сейчас делаешь? Ты проявляешь то, что называется ехтият, осторожность, в отношении вещи, где вообще основа альбака, продолжение. То есть основа, что ночь продолжается, правильно? Основа, что ночь продолжается, что можно есть и пить еще. Это основа. Ты здесь проявляешь в этом вопросе осторожность, разглашаешь азан, говоря, что тем самым ты защищаешь, как бы, пост, да, людей. Но в итоге это ты делаешь в противовес чему? В противовес этому что происходит? В противовес этому происходит то, что ты осмириваешься на некую вещь, где основа ненаступления времени. Основа ненаступления времени. Это ассаль. Правильно? Где основа, что еще время не наступило, чтобы люди это делали. А это утренний намаз. То есть ты проявляешь осторожность в вопросе чего? В каком вопросе? Там, где основой что является? Пока, что еще есть время, что продолжается еще ночь, да? И в противовес этому осмеливаешься на что? Осмеливаешься на что? На какую-то вещь, где как раз основа, что время еще не наступило, что люди еще не могут делать это, а это утренний намаз. То есть ты сейчас проявляешь осторожность, как ты утверждаешь в отношении поста. Человек мусаммин говорит, а мы не называем это хтият, мы не называем это проявлением осторожности. Проявление осторожности – это следование шариату, это проявление осторожности. А не усложнять для людей, стеснять людей. Это не называется проявлением осторожности. Но ты, с одной стороны, вроде как проявляешь осторожность, чтобы пост у людей был вовремя, там, это как ты говоришь, да? Но, с другой стороны, ты допускаешь, наоборот, упущение и легковесность в отношении другой вещи. Какой? Намаз. Сейчас что может произойти? Что люди совершат утренний намаз раньше времени. То есть, ты для поста вроде как, как будто проявляешь осторожность, но, наоборот, допускаешь упущение, легковесность допустимого в отношении намаза. Если хотя бы один текбир, текбир или храм, да? Если текбир или храм хотя бы будет раньше вхождения времени намаза, намаз будет недействительным. Это большая опасность. Представьте, человек совершит намаз хотя бы частью, хотя бы только текбир или храм раньше времени намаз станет недействительным. Ну, они как говорят? Они говорят, ну как, люди же не сразу встают на намаз все равно. человек он когда слышит азан до прекращает есть потом они идут совершают вуду омовение потом они идут в мечей потом мечети они там ждут потом бывает и камада только потом на массу если в случае ничего намаз будет вовремя они говорят что мы сами говорили да так это так но это для кого для тех кто совершает там мечети намаз джемата может быть так пока что вы скажете по быту домохозяек которые дома или те которые не могут идти на обязательный намаз в мечеть там по болезни еще почему-то а им как у них как происходит а будет так может быть так что у них есть омовение не надо брать обуви они уже до этого взяли омовение правильно и как только не услышит азан станут и совершат сумму а сумма она не занимает много времени потому что с умной в сунне утренном а заявляется что совершать коротко займет пусть это не три минуты пусть займет это у него три минуты а после этого станет совершать фарму и это уже что проблема для человека проблема для человека поэтому обязательно нужно следовать шариату и ихтия от осторожность заключается в чем в том чтобы следовать шариату а не в том чтобы усложнять для людей поэтому муазины они обязаны читать азан только после наступления Фаджира и не говорить на всякий случай читаем раньше. А если уже так хотят вот эту осторожность проявить, то пусть читают первый Азан, Чеблю Самин говорит, там за 5 минут например читает Азан, чтобы люди закончили сухур, а потом еще один будет Азан, который уже уведомляет о том, что наступило время утренней Марифы, наступил Фаджир, родилась утренняя заря. Редактор субтитров А.Семкин